Привет всем! Почему я начал делать септик своими руками? Потому что, блядь, дурак нахуй! Но если серьезно, то я столкнулся с такой проблемой. Кольца не армированы, элиты непонятно из чего. И к тому же фирма-производитель отказывалась манипулятором монтировать кольца, мотивируя тем, что кольца при монтаже рассыпаются. То есть купил, привезли, а дальше сам. Но, обзвонив ближайшие районы, я нашел кольца, поддоны, крышки, надлежащего качества. Но только за доставку у меня попросили 150 долларов. То есть они привозят, и я сам разгружаю, и сам монтирую. Такой вариант, конечно же, меня не устраивает. Так как у меня оставалась опалубка после заливки фундамента, мной было принято решение залить септик самому. В конце видео я сопоставлю цены на затраты моего септика и септика из колец. Приятного просмотра. Подписались бегом. Это примерный план того, как я это все распланировал. Предварительно прокопал направление канализационной трубы и дал разметку террасы и зоны отдыха. Потом, выставив нивелир, за территорию зоны отдыха сделал разметку ямы септика 320х240. Яму копал трактор. Глубина копки 1,70 м. Выставил опалубку высотой 30 см. 15 см из них засыпал глиной и затрамбовал ногами. Развязал арматуру. Размеры подготовки 2х2,40. Можно принимать бетон. На подготовку требуется 0,7 куба бетона. Чтобы сэкономить на доставке бетона, потому как одна доставка миксера стоит 22 доллара. Я предварительно смонтировал крыльцо и подготовил сваи под террасу. Видео на крыльцо в верхнем углу или в описании под видео. Крыльцо заливал на 3 выпуска. Жду конструктивной критики более усведомленных людей, где я допустил ошибки и как бы сделали вы. Залив крыльцо и сваи, остаток пошел на подготовку. Короб собирал на фундаменте. Потому как сборка короба в яме одному человеку очень трудозатратить. Доски короба собирал в разбежку, тем самым сэкономив на 4-х связующих брусьях по углам короба. Короб выстоял по фундаменту, потому как фундамент уже имеет нужную диагональ. Размеры короба 2,80х2 с высотой короба в 1,35 метра. При таком монтаже короба я свободно обернул ее клеенкой и прибил клеенку степлером. При разборке опалубки я снова смогу использовать эту же доску. Я знал, что у нас на улице будет проводиться работа по укладке щебня. Я подготовил паук и дождался своего момента, чтобы опустить короб. К монтажу крепления опалубки отнесся халатно. Доски крепил без разметки, а бы как, что приведет к не очень хорошим последствиям. Перед засыпкой щебня установил два бруса, разъединив монолитную часть септика об фильтрующей части, тем самым я экономлю на бетоне и, как мне кажется, я увеличу отвод воды. Еще я разместил два кирпича между опалубкой и краями ямы, чтобы при засыпке щебня не сместило короб. А теперь самый важный момент. Отбиваем высоты заливки и сверлим отверстие на 7 сантиметров ниже уровня заливки и устанавливаем маячки. Я устанавливал восьмую арматуру. В дальнейшем эти маячки сэкономят нам доски на крепеже опалубки и дадут очень хорошую надежность при заливке и еще, что немаловажно, комфортного демонтажа опалубки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бетон привезли сильно жидкий. С чем это связано, я не знаю. Опалубка начала трещать по швам. Залив определенную часть, я принял решение вылить бетон на грунт и потом растянуть его лопатой. Выждав один час, я потихоньку начал лопатой подкидывать бетон, но даже после часа времени опалубка продолжала трещать. Подкидывав по 5-10 лопат, я выжидал полчаса. И так моя заливка растянулась на 4 часа по времени. Субтитры создавал DimaTorzok Зону фильтрующей части септика и герметичной частью связал двумя прутами 10-й арматуры с двух сторон. Теперь самая ответственная часть, про нее главное не забыть, вставляем арматуру в заранее подготовленные отверстия. Итак, спустя 4 часа принято 2 куба бетона. При разборке опалубки не возникло никаких трудностей. Опалубку разобрали за 1 час вдвоем с женой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Начинаем монтаж перекрытия и перегородку септика. Монтаж начинаем с опорных досок. До уже существующих выпусков приставляем доску и на нее ложим ту доску, которая в дальнейшем будет монтироваться на перекрытие. Пробиваем молотком в зонах выпусков, тем самым делаем отверстие на доске и сверлим отверстие. У меня арматура 8 и отверстие сверлил пером на 10. Доска должна быть заподлицо со стеной септика, так легче разобрать опалубку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В опалубке просверлил 9 отверстий на 10 и запустил туда 8 арматуру. Потом это все обварил. Сразу шпильки до конца не довариваем. Так меньше возгорания древесины идет. Бывает, если плотно сразу варишь, она внутри загорается, начинает тлеть. Можно не уследить. Отступаем 2-3 сантиметра. Теперь обвариваем с этой стороны, забиваем ее до конца и обварка идет с противоположной стороны. Самый надежный крепеж опалубки. Никогда в жизни у вас ее не вырвет. Надо теперь просто следить за ней, чтобы ее не подняло и не сместило в сторону. Но в сторону не сместит, потому что мы разместили тут уже, раскрепили вернее, все. Так что все, вот так выглядит изнутри. Вот так она выглядит полностью изнутри. 9 шпилек. Ваша опалубка намертво закреплена. Самый надежный, который я только видел. Пользуйтесь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разместив трубы в отверстиях, пенопластом забутил щели и через нивелир задал небольшой уклон Трубы решил сделать две. В случае засора одной трубы, вторая будет конциклировать. Монтируем дальше потолочное перекрытие. В этом месте бетон прорвал бы клеенку. У меня оставался рубероид и я перестелил рубероидом этот участок. Смонтировал опорную доску я набрал потолок. Подпорные доски по центру я не монтировал, жесткости доски хватало. Решил фильтрующую часть септика полностью перестелить рубероидом. Очень важно! Клеенку или рубероид нужно улаживать с нахлёстом в 5 см на уже существующую стену септика, чтоб щели между досками не затекал бетон. Это усложнит процесс демонтажа опалубки. Установил по периметру 150 доску, просыпал её щебнём. В магазине купил сразу люки и уже по люкам собрал короба. Высоту ревизионных люков выставил по высоте фундамента, так как это и будет уровень дворового покрытия. Маячки заливки бетона опустил на половину толщины ревизионного люка, а точнее на 5 см. 5 см люка будут выше уровня дворового покрытия. Правый люк был выставлен по оси фундамента, что в дальнейшем облегчит разметку двора, а горизонтальные метки выступают в качестве репера для дальнейшего планирования двора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова У меня осталась 12-я арматура. Уложил её по центру ямы с выпусками на стены септик. Остатки довязывал 8-й арматурой. Арматура пошла вся, разлаживал по факту, как есть. Стены ревизионных люков обил клеенкой, а углы 2 см пенопласта, чтобы легче разобрать опалубку. Ревизионные тумбы армировал и установил вентиляцию в каждую яму. Дособрал короба для ревизионных тумб. В планах залить бетон, кинуть опалубку на бетон и через полчаса дозалить вверх. Скажу сразу, всё получилось. Бетон брал марку М250 1.7 куба. Вибрировать побоялся после заливки стен. Сыкло. Потерял уверенность в своих силах. В этот раз бетон привезли густой, не то, что на стену. Короба стали сразу. Сделал шаблон под люки с уже просверленными отверстиями и установил резьбы по шаблону. Продолжение следует... Смотрим, что у нас получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... не вибрировался бетон поэтому такие результаты меня устраивает побоялся я вибрировать говорится не доверяю сам себе эту доску я оставляю и нижняя доска это в самом начале еще когда заливалась подготовка эта доска была я ее не захотел доставать она сидела очень плотно уже был засыпан щебень на хрена она мне сдалась так же само там смотрим все плотненько все красиво и сама католочек смотр две трубы выставлены и по нивелиру случае если одна забьется вторая резервная будет ну а там в дальнейшем посмотрим если я идеально выставил по нивелиру то по идее из двух труб одновременно должно быть по нивелиру ну тоже так в принципе вы увидели при таком монтаже опалубки я ее разобрал в принципе за полчаса сам но останется вот эти доски распилить напополам или же я сниму размер шут ну там будет видно я посчитаю куда мне надо будет еще доска и как мне ее лучше распилить это уже жена будет чтобы мне полегче было я ее распиливаю подаем наверх в принципе с этой дыркой по большому счету осталось выкинуть этот мусор убрать и можно потихонечку засыпать щебень по вот этот уровень и фильтрационная яма готова такой маленький экспорт экскурс по говноями теперь подбиваем итоги септик покупной на 5 ноября 2022 года крышка диаметр 220 толщина 160 вес 1 и 4 тонны две штуки 372 доллара кольца диаметр 2 метра высота 90 сантиметров толщина стены 10 сантиметров вес полторы тонны каждый 4 штуки 440 долларов нища 1 штука диаметр 2 метра толщина 140 вес 1 тонн 110 долларов кольцо опорное диаметр 840 диаметр внутренний 580 толщина 70 вес 50 килограмм 8 штук для того чтобы поднять на 30 сантиметров по 14 долларов за штуку 110 долларов 2 люка 34 доллара доставка 150 долларов в итоге имеем сумму 1218 долларов теперь септик который сделали мы с женой цены на бетон с учетом доставки первая доставка была 07 куба на подготовку марка м 250 77 долларов вторая доставка была марка м 200 2 куба бетона на стены 160 долларов третья доставка была м 250 1 и 7 куба 146 долларов допишем сюда на 50 долларов арматуры и на 60 долларов опалубки я брал опалубку на фундамент по цене 110 долларов за куб лес тополь самая дешевая и того мы имеем сумму в 500 долларов экономия составила 700 долларов если меня спросили делал бы ты такой септик повторно до того момента пока я не подбивал смету честно а я сомневался эмоции в начале видео вы слышали но узнав сумму до однозначно делал до долго если взять трудодни то около одной недели если я зарабатывал 700 долларов в неделю я бы нанял людей мое дело вам показать выбор всегда за вами подписка лайк и Субтитры создавал DimaTorzok